Представители чеченской диаспоры скептически оценили сведения о смерти Тумса Абдурахманова. Новые сообщения о смерти Тумса Абдурахманова не подтверждены надежными источниками, блогеры могли скрыть силовики для его безопасности. Указали представители Ассамблеи чеченцев Европы и Ассоциации Вайфонд, призвав дождаться официальной информации. Как писал Кавказский узел, 1 декабря в интернете распространились сведения об убийстве в Швеции чеченского блогера Тумса Абдурахманова, но представители Ассоциации Вайфонд. И Ассамблеи чеченцев Европы отметили, что публикации об убийстве блогера не выглядят достоверными. Однако сегодня об убийстве Тумса Абдурахманова сообщили его соратники. Информацию подтвердил и сын президента Чеченской республики Ичкерия Аслана Масхадова Анзор. Впервые информация об убийстве Тумса появилась 1 декабря в Телеграм, канале Ичкерия, Герои, Враги и Предатели. Позже сам канал опроверг это сообщение. Однако Телеграм, канал Кавказфронт, поздно вечером 1 декабря, опубликовал видео, на котором показано тело человека, отдаленно похожего на Тумса Абдурахманова. В сообщении утверждалось, что Абдурахманов убит. В комментариях пользователи указали, что на кадрах не Абдурахманов, а Аслан Гусейнов, убитый годом ранее. Сообщение об убийстве Абдурахманова могло быть легендой спецслужб в целях его безопасности, отметил сегодня пресс, секретарь Ассамблеи Чеченцев Европы Шамиль Албаков. Надеюсь, что эта новая информация о гибели Абдурахманова неправда и его просто скрыли от опасности. Сообщение соратников Тумса я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. С ними на связи я был, они так же, как и я, не смогли дозвониться и связаться ни с братом, ни с кем. Возможно, у них есть иные источники. В европейской прессе были публикации о стрельбе, без подробностей. Я надеюсь, что была некая опасность, стрельба, и его вместе с братом скрыли утром того же дня. Мы очень надеемся, что они живы и не готовы это сведение о гибели Тумса подтвердить, сказал корреспонденту Кавказского узла Албаков, указав на необходимость дождаться официальных сообщений. Схожее мнение высказал представитель Чеченской правозащитной ассоциации Вайфон. Представители организации находились в систематическом контакте с Тумса Абдурахмановым и его братом Мухаммадом, поэтому сведения об угрозе или ее отсутствии могли быть получены от Абдурахмановых только ими, сообщил представитель Вайфонда корреспонденту Кавказского узла. Мы не знаем, какие у них соратников Тумса материалы. К сожалению, у нас нет информации, сказал он. Если Абдурахмановы были скрыты сотрудниками шведской полиции из соображений их собственной безопасности, то им могло быть запрещено распространять любые сведения об этом, добавил он. Да, такое практикуется, сказал представитель Вайфонда. Напомним, 7 октября 2021 года стало известно, что Тумса Абдурахманов получил в Швеции статус политического беженца. 26 февраля 2020 года на блогера было совершено нападение, но он сумел обезоружить Руслана Мамаева, проникшего в его квартиру с молотком. Мамаев позже частично признал свою вину, он настаивал, что не планировал убивать блогера, но пошел на это, так как не мог ослушаться людей, которые направили его в Швецию из Грозного. Мамаев заявил, что заведомо провалил задание. Суд в Швеции 11 января 2021 года признал граждан России Руслана Мамаева и Эльмиру Шапиаеву участниками нападения на блогеры из Чечни Тумса Абдурахманова и приговорил их к 10 и 8 годам заключения соответственно. Со стороны Тумса Абдурахманова регулярно звучала критика в адрес Рамзана Кадырова и его окружения. Блогер неоднократно становился объектом критики со стороны приближенных главы Чечни и провластных чеченских медиаресурсов. На Кавказском узле опубликована справка «Главная Тумса. Почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью лорда». Материалы о противостоянии Тумса Абдурахманова с чеченскими властями собраны Кавказским узлом на тематической странице Тумса против кадыровцев.